ВЛАДНЮС В октябре этого года ВЛАДНЮС поставил очередной рекорд. Набрал 2,5 миллиона просмотров. Это учитывая, что сейчас коллектив совсем небольшой. Хотя и маленькая, но дружная команда. И я очень благодарна своим сотрудникам. Я иногда сижу и думаю, как они это делают. Я не представляю. И тем более я очень требовательная. И иногда даю 100 заданий в минуту. Мария Стеблянка – главный редактор информационного агентства. Во ВЛАДНЮС она пришла в мае 2016 года. И за это время агентству удалось достичь многого. Сегодня ВЛАДНЮС входит в топ-5 самых читаемых СМИ Владивостока. Ежемесячное количество просмотров сайта – 2 и более миллиона. Суточная посещаемость – более 100 тысяч человек. Мы все эту работу очень любим. И здесь люди случайные, которые проходные, которые не любят журналистику, не любят новости. Они здесь не задерживаются. Так получается, что здесь уже такие фанаты собрались. Это очень классно. На вопрос, каким должен быть журналист, сотрудники отвечают кратко – работоспособным. Плюс ко всему, он обязан всегда быть в курсе происходящих событий, иметь огромное количество контактов и широкий кругозор. Я за время работы, когда примерно с июля, я раскрыл в себе некоторые качества, которые даже помогают мне теперь жить. Умение немного спать и усваивать большое количество информации. Узнаешь много нового, большой поток информации, которым ты можешь воспользоваться где-то за пределами редакции. Можно выйти и блеснуть своими знаниями. Ты никогда не стоишь без работы. Да, это, возможно, когда-то тяжело. Когда-то у тебя не бывает сна. Либо ты спишь очень мало. Но это та профессия, которая действительно приносит какой-то кайф. Владнюс – это не просто новостной и познавательный контент, но и развлекательный. Так совместно с Восьмым каналом был реализован проект «Попробуй на себе». Это как-то оживило вообще нашу работу, да. У нас бывает какая-то рутина, да. Каждый день одни и те же, в принципе, новости. Корреспондентам очень интересно пробовать на себе разные профессии, специальности, примерять на себя разные роли и пробовать что-то новое и действительно какой-то драйв. Идею создать проект, где журналисты опробуют другие профессии, пришла в голову Анастасии. В этом ее поддержали и главный редактор Владнюс и команда Восьмого канала. Сидела, думала, что правильно вообще ли я сделала выбор, что пошла учиться на журфак, что я работаю журналистом. И думала, может, все-таки есть какие-то другие интересные профессии. И вспомнила, что на первом курсе нам преподаватели рассказывали об опыте, как журналист меняет профессию. Так команда корреспондентов уже побывала в роли дрессировщика, татуировщика, повара, флориста, художника, вожатого. И на этом не собираются останавливаться. Зритель и читатель полюбил проект и с нетерпением ждет новых эпизодов. На самом деле, бить правильно. Не так уж просто. Но если отвлекся, можешь получить. Корреспондент Рев Владнюс жгет у нас тут. Жжет, жжет. Там эту траву не спалить. Ну все вроде. Ничего, все хорошо. Нормально? Это действительно интересная работа, но она очень сложная. Я заметила то, что на территории работает больше женщин, чем мужчин. И мне кажется, что это настолько сложно не чисто физиологически, а эмоционально. И такую работу, наверное, не каждый человек вынесет. В нашем проекте «Попробуй на себе» мы часто пробуем что-то впервые. И впервые я пользуюсь таким огромным мебельным степлером. И он странный. Своих читателей агентство любит кормить не только актуальными и, что называется, горячими новостями, но и одаривать различными акциями и подарками. Каждый год в честь своего дня рождения Владнюс старается удивить или порадовать. В этом году ранним утром они не только приготовили новости, но и кофе. Утро начинается с хороших новостей. Именно под таким девизом прошел 21-й день рождения. Холодное утро, люди стоят в пробке. Кто-то едет на работу, кто-то по своим делам. И тут корреспондент Владнюс предлагает взбодриться кофе. К слову, помогли им в этом T&M кофе-кафе. Мы делаем так, чтобы люди всегда узнавали новости первыми. И хотим, чтобы утро начиналось с хороших новостей. И решили вот дать им немножко кофе попить с утра, чтобы они не мерзли в своих машинах. И утром все всегда пьют кофе, читают новости. Поэтому самое оно, чтобы обрадовать людей. В планах Владнюс стать лидирующим информационным агентством регионального, а может и российского масштаба. Задача не из легких, но судя по набранным темпам, ребятам это по плечу. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.